Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами такой одной идейкой, как можно сделать пенал под акварель своими руками. И это будет такой бюджетный вариант, но очень удобный. Вся проблема в том, что сейчас, если покупать те же самые пеналы для акварели в магазинах, то всё, что идёт с приставкой художественной, становится дороже, я не знаю, раза в три, наверное. Поэтому нам приходится иногда искать варианты, как это сделать более бюджетно, менее затратно для своего кошелька. И вот такой один вариант, который я нашла. Он довольно бюджетный, и для этого нам понадобится вот такой шоколад. Шоколад называется Бушерон, производитель написано Россия, Ярославская область. Так вот, я этот шоколад заказала на маркетплейсе. У него цена была примерно 250 рублей. Но я знаю, есть на Сбер Мегамаркете, по-моему, на Яндекс Маркете, если у вас есть какие-то определённые свои скидки, бонусы, то можно купить его даже за 150 рублей. Вот он приходит в такой металлической коробочке. Здесь вот есть у него такой замочек, защёлка. То есть он не будет расхлябанный. Вот так вот его открываем. Здесь внутри шоколад. Я его, кстати, ещё не пробовала. И вот такая вот штучка. Мы это всё достаём, и у нас остаётся такой простой пенал. Вот он так защёлкивается прям плотненько. То есть нет риска, что он у вас возьмёт где-то там, откроется просто так. Ну, согласитесь, за 250 рублей довольно-таки это неплохой пенал. Итак, давайте посмотрим, сколько у нас сюда влезет кювет. Я сейчас рисую акварелью в кюветах, поэтому для меня будет такой вариант более-менее оптимален. У меня достаточно много их. Там больше 40 штук этих кювет. Поэтому у меня часть, которую я использую не так часто, находится в такой палитре, в таком пенале. И для более частых цветов вот такой у меня пенал. Чаще всего я, конечно, работаю в ограниченной палитре, но так как я рисую портреты, и у меня нет прям такой палитры, чтобы для каждого лица шла только одна палитра. Я так не рисую. То есть я смотрю, какой там цветотип у человека, какая кожа, и, соответственно, использую разные замесы. Ну и плюс там одежда, какое-то окружение, чтобы не мешать это все 50 раз. Я использую готовые цвета. Так, ну что ж, давайте начнем и посчитаем, сколько у нас сюда влезет кювет. И так, ну что ж, вот так у меня получилось. Влезло у нас сюда, сейчас посчитаем, 35 кювет. Здесь у меня были такие две тоненькие старого образца. Это вот этот цвет и вот этот. В принципе, если будут кюветы побольше, то, наверное, влезет тогда 34. Но если у вас вообще все тоненькие, то влезет гораздо больше. А если взять еще и полу кюветы, так вообще сюда можно запихнуть практически 60-70 цветов. Ну, согласитесь, как бы это немало, да? Сейчас мы ее закроем, покрутим, откроем и посмотрим. Ну вот, все прекрасно держится. Если у вас, кстати, кюветки чистые, еще по бокам ничем не склеены, и там краска на них не наложена, то они войдут гораздо проще, чем у меня, потому что у меня уже на многих кюветах по бокам есть остатки крас. Ну, что хочу сказать. Мне, в принципе, все очень нравится. Очень удобно, очень компактно так. Особо ничего никуда не вылезает. Сюда можно будет прикрепить бумажку, на которой будет ваша выкраска, чтобы вы не запутались, какие цвета. Так-то я уже вот наглядно все свои кюветы знаю. Во время кюветовики начинают учиться. Акварели, конечно, это такое разнообразие цветов и красок, что без выкрасок просто невозможно это запомнить. Ну, или если вы покупаете сразу какой-то набор, там, белые ночи, да, гамма, вот, там, примерно, 12 цветов, то у них уже часто есть сверху такая бумажечка, на которой подписаны цвета. Вы можете просто эту бумажку вытащить сюда, положить, и все. Ну, а если нету, то нужно будет делать выкраску, конечно, самостоятельно. Но делать самостоятельно это очень интересно. Вы как раз можете посмотреть, как краска себя ведет, какая она в тонком слое, какая она в плотном нанесении. Это все довольно таки интересно. Ну, вот и все. Будем заканчивать. Надеюсь, вам понравился мой такой небольшой лайфхак. Если у вас есть какие-то другие идеи, пожалуйста, делитесь. Будет очень интересно почитать. Если видео вам понравилось, попрошу вас поставить лайк, поддержать мой канал. Можно подпиской, можно комментарием. Буду очень рада. Пока-пока. Пока.